Всем привет! С вами Территория Машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам об амбициях и городских рекордах. Амбиции бывают разные. Например, кто-то хочет стать лучшим физиком-ядерщиком, лучшим переворачивателем пингвинов в Антарктиде, а кто-то хочет сбросить с пьедестала явного лидера. В автомобильном мире последнее особенно актуально. Возьмем компанию Тесла — уникальный маркетинговый продукт на грани аферы. Однако его успех постоянно треплет нервы тем, кто хочет добиться подобного. Небольшая американская компания Faraday Future показала недавно свой электрокар FF91. С точки зрения данных все весьма внушительно. Мощность силовой установки более тысячи лошадиных сил. Разгон до сотни — 2,4 секунды. Пробег на одной заправке — 608 километров. Концепт, да и компанию. Сразу записали взлейшие конкуренты Тесла и даже применили модное нынче слово «убийца». Спустя пару месяцев выяснилось, что амбициозный новичок едва сводит концы с концами. Стартап задолжал поставщику услуг около двух миллионов долларов и не спешит их возвращать. Видимо, расчет был на предзаказы с обязательным депозитом в пять тысяч долларов. Но подтвержденных их было всего 60. К слову, Тесла Model 3 в день начала приема заявок получила сто тысяч предзаказов с депозитом в тысячу долларов. Илон Маск может спать спокойно. Во всяком случае, пока. Помните странные и смешные истории, когда камеры видеофиксации регистрировали космические скорости даже у стоящих автомобилей? Оказывается, бешеных скоростей наши коллеги-автомобилисты действительно достигают. В СОДД рассказали, что за прошлый год было несколько случаев, когда камеры фиксировали реальные автомобили, несущиеся со скоростью под 300 км в час. Какой-то не очень умный человек разогнался на МКАД до 298 и сразу попал в поле зрения камеры. О том, какую кару применик нарушителю, не сообщается, но это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. Похожий случай произошел в Объединенных Арабских Эмиратах. Камера наблюдения зафиксировала Ламборгини Авентадор, который передвигался со скоростью 322 км в час. Нарушителем оказался гражданин Пакистана, который взял автомобиль в аренду. Покатался, депортировали. Это была территория машин. Не забывайте пристегиваться. Территория машин